Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить разговор о соотношении сознания и историчности. Мы как бы двигаемся в нашем исследовании и постановке проблем, связанных с такой дисциплиной, как наука сознания. Ну и когда мы говорим о формах сознания в истории, прежде всего необходимо выяснить вопрос, связанный с тем, как мы понимаем, что такое представляет собой всеобщее сознание. Собственно, именно с всеобщностью сознания связана постановка вопроса вообще о науке сознания. Потому что наука сознания по своему замыслу должна именно исследовать не единичность сознания, а сознание в своих всеобщих формах. Ну вот если мы говорим о всеобщности сознания, то ее можно понимать в двух смыслах. Первый это в смысле как бы структуры сознания. Ну это некий вопрос, связанный со статикой, да. Скажем, с некими характеристиками сознания, с тем, что сознание представляет собой как феномен. И в смысле структуры сознания его изучает не только философия, но и изучает и другие науки. Ну нам, прежде всего, структура сознания, в смысле как бы науки сознания, интересовалась со стороны вопроса понимания сознания как субстанции, да. Как субстанции, как основания всего. Ну этот вопрос также как бы вот лежит на пути исследования сознания в смысле там каких-то трансцендентальных структур, если и речь, если обсуждать этот вопрос с позиции терминов Канта, да. Вот как бы есть единичные сознания, и все эти единичные сознания имеют некую общую природу, некие общие характеристики, и вот эти характеристики необходимо описать, да. И мы говорили о том, что сознание представляет собой нечто пространственное. также говорили о том, что вот в смысле структуры сознание является чем-то находящимся вне времени. Ну, что мы имели в виду? Мы имели в виду, что как бы вот, когда мы говорим о таком опыте и пытаемся объяснить такой опыт, как внутреннее сознание времени, то речь шла о том, что для того, чтобы такой опыт мог состояться, необходимо, чтобы относительно этого внутреннего времени нечто покоилось, да. Мы говорили о том, что вот как раз сознание является той точкой отчета, да, относительно которого происходит, собственно, внутреннее проживание, внутренние изменения. Сознание, оно покоится во времени. Покоится вот как раз, или мы говорили о том, что оно вне времени находится, это более правильный разговор, но это некая метафора, конечно, да. Метафора относится к тому, что когда мы говорим о внутреннем сознании времени, мы должны указать то, относительно чего это время фиксировано. Я во многих интуициях и это доказывал в других своих видео о том, что в сознании именно есть система, относительно которого возможен этот отчет времени. Поэтому само сознание находится вне времени, в смысле внутреннего времени. И тогда, когда сознание фиксировано, все остальное, поскольку есть нечто фиксированное, и мы находимся на позиции этой фиксации, все остальное, а именно переживания наши, они как бы движутся. И благодаря вот этому контрасту, который возникает на фоне покоящегося во времени, во времени внутреннем, в сознании возникает такое переживание, как внутреннее сознание времени. Но этот опыт внутреннего сознания времени можно понять также и в других теоременах. Мы говорили о том, что есть некий опыт проживания самого себя, опыт проживания бытия или опыт проживания времени. Но тем не менее, весь этот разговор все равно касался структуры сознания. Когда сознание рассматривалось как некая сфера, когда мы говорим о том, что сознание является чем-то пространственным, мы поэтому и рисуем сферу сознания. Интуиция пространственности, она характеризуется тем, что для того, чтобы говорить нечто о сознании, мы должны представлять его как что-то пространственное. Только в этом случае все наши интуиции, они адекватны самой сути дела. И вот в этом сфере сознания присутствует все остальное. Это присутствует восприятие, присутствует мышление, присутствует воображение, присутствует, собственно, я, как некий субъект. Присутствует все многообразие опыта. Не только присутствуют объекты, но и присутствуют акты. Акты способностей. Не только способности присутствуют, но и их акты, но и присутствуют объекты этих способностей, то есть предметы этих способностей. И мы говорили как раз, когда мы ведем речь о таком сознании, как о свете, что все объекты способности и сами способности, они в сознании могут быть соотнесены. И мы обсуждали, когда говорили о единичном сознании, что единичное сознание имеет фокусное сознание. Фокусное сознание – это есть что иное, как наш субъект. Субъект объектом различий. Это фокусное сознание, потому что есть фокусное сознание, но с фокусным сознанием, если относить этот вопрос к реальности, связанное наше внимание. С нашего внимания мы понимали в других видео, как фокусное сознание, и строили как раз схему, основанную на том, что это фокусное сознание перемещается по сфере сознания. Когда оно возникает, это попадает в восприятие, оно воспринимает объект, когда мышление, мыслит объект. То есть может быть восприятие без мышления, может быть мышление без восприятия, а может быть одновременное мышление в восприятии. То есть может это фокусное сознание переместиться в я, тут сфера эмоций есть. Вообще вот этот весь разговор о том, что сознание представляет собой вот такую структуру, представляет собой нечто пространственное, что сознание как-то связано с субъектом, да, и мы вообще отказались от терементов субъекта, перешли к теременам сознания. Вообще все это вот как раз касается того, как всеобщество сознания поднимается в смысле своей структуры. Но у нас возник как бы разговор второй, когда всеобщество сознания, и собственно этот разговор правильный, понимается, как некое обобщение социального, социальных целых, да, вот некий как общность, социальный групп. Ну что, социальный групп. Что это имеется в виду? Ну вот мы говорим о том, что существуют разные формы сознания у различных групп. Ну не обязательно каждая группа имеет какое-то свое там общее сознание, но в некотором отношении как бы любые группы стремятся к образованию этого общего сознания. Ну, допустим, какие-то народы, да, или там государства, общества, да. Не обязательно такие большие группы, могут быть и группы малые, какие-то классы, да. У Марса, допустим, есть классы сознания. Ну или там более мелкие группы, например. Это ученое сообщество, у него какое-то есть свое сознание, да. Или там религиозное сообщество, у него может быть свое сознание. Значит говоря, вот когда некая общность людей, да, вот, агрегатная общность людей, да, вот объединяется в некоторую группу не тем способом, что просто соединяется вместе, образует некое единство, да, и это единство выражается вот в некотором сознании, как в некотором общем сознании. Ну, это единство можно понять в таком термине, как эгрегор, да, потому что, ну, как бы этот термин является там модным, собственно, как бы под эгрегором. Но дело в том, что эгрегор часто употребляют скорее в смысле бессознательного, да. Ну, можно попытаться, допустим, эгрегор говорить об эгрегоре, как о некотором общем сознании, да. Хотя это, хотя, может быть, это не совсем адекватное использование этого термина. Но не важно. Важно, что вот можно понимать это общество сознания как то, что существует здесь и сейчас, да, вот сейчас уже существует некий общество людей, там, существует наше общество, существует нас народ, и каждую эту обществу можно понимать под каким-то термином сознания, да. Есть у них какое-то там сознание, пусть маломальское, но оно присутствует, и оно объединяет эту общность, то есть эта обществе не только объединяется территориально, агрегатно, да, но оно объединяется также под какими-то вот такими более общими основаниями, да, вот основаниями сознания. Ну, если говорить, например, о философии Гегеля, то следует было говорить о духе, да, вот. У Гегеля же ведь разговор о субчинстве сознания, он влекает в смысле духа, да. Вот есть дух народа, там, есть дух общества, дух государства, там, есть дух, допустим, религиозности, если говорить о каких-то отдельных религиях, там, дух православия есть, дух мусульманства есть, там, или, говорите, дух, там, ученого сообщества есть, там, или дух, там, дух, допустим, какого-то там отдельного коллектива людей, там, да, там, у них есть вот свой какой-то там коллективный дух. Ну, опять же, есть как бы тенденция духу все-таки сводить к некой бессознательности, но, как всегда, это бывает, на самом деле, что существует некое подобие микрокосма и макрокосма, и дух может также понимать их в смысле более высокого понимания, как некое сознание. Ну, и когда мы говорим о таких социальных группах, социальных общественных сознаниях, когда мы говорим о всеобществе сознания в этом смысле, то есть, как раз, прежде всего, еще и возникает о формах сознания, которые существуют в истории, потому что следует ведь не только говорить о тех духах, которые существуют здесь и сейчас, но следует также говорить о духовности, которая существовала в прошлом. Существовали некие древние народы там, существовали древние религии, как бы от них до нас что-то дошло, и мы как бы в том, что произведено ими, присутствует некий дух, некое, как бы, то, что можно было бы назвать сознанием, формой сознания. И как раз, когда мы сейчас переходим к разговору о формах сознания в истории, следует вот именно с этой стороны подойти к вопросу, потому что, ну, потому что это является чем-то, как будет показано дальше, чем-то новым в нашем исследовании вопроса. Ну, для того, чтобы перейти к этому обсуждению, необходимо, вот, обратиться, опять же, к Гегелю, к его феноменологии духа. Дело в том, что вот он эти два понимания всеобщественности сознания свел в нечто одно, да, хотя мы, из того, что я рассказал, понятно, что различия этих двух видов всеобщественности, несводимых друг к другу, да, они не являются чем-то однородным. Тем не менее, у Гегеля, как бы, движение в его феноменологии духа от одной формы к другой происходит тем способом, что сначала, как бы, сознание проходит такие формы, которые связаны с различением, форм сознания по линии различения способностей, а потом оно переходит вдруг к таким обществам, социальный групп, как народ, общество, государство, а дальше у него там появятся, там, такие различия, как различия между философией, там, искусством, религией, и все это будет представлять различные формы духа, да. Любопытно то, что вот эта вот неоднородность, как бы, движения, она наводит на размышления, да, вообще откуда у Гегеля такое стремление обрисовать движение, движение форм, да, переход от одной формы к другой, и различение этих форм по линии различения способностей. Но дело в том, что Гегель работает в парадигме классической философии, и, как я уже рассказывал, эта парадигма состоит в том, что главным различением является субъект-объектное различение, в котором субъект понимается по линии различения своих способностей, да, и, собственно, как бы, и мир тем самым, как бы, понимается и различается по линии различения этих способностей. То есть, как бы, существенные стороны мира понимаются как существенные стороны способа, каким мир постигает субъект. А субъект его постигает с помощью своих способностей. И вот это вот различение способностей в сознании, да, или понимание, скажем так, понимание форм сознания по линии различения способностей. Ну а как это выглядит? Если брать феноменологию духа, у него есть чувственная достоверность, да, потом следующая форма у него возникает это восприятие, потом следующая форма у него рассудок, да. И все это является формами существования сознания, то есть формообразованиями сознания, как мы говорили, да. Ну и дальше там у него возникает самосознание, потом возникает разум, там дух и так далее. Так вот эти вот различия, да, они связаны как раз с различением способностей. Но мы говорили о том, что для того, чтобы говорить о формах существования сознания, о формообразования сознания, необходимо вот вести разговор о неких целостностях. Собственно, как бы у Гигеля этот разговор тоже присутствует. Он говорит о том, что как бы в каждой отдельной форме существования сознания вся субстанция существует целиком, рассмотренная с позиции какого-то отдельного определения, отдельного аспекта, да. То есть, в чувственной недостоверности речь идёт о рассмотрении целого субстанции с позиции чувства. Восприятие тоже с позиции чувства, но целостность субстанции рассматривается с позиции всеобщности чувства. Рассудки с позиции как бы всеобщности мышления, да, ну и так далее. И различные формы как бы, действительно это как бы различные формы, Но различные формы проведены по линии различения способностей. Ведь у нас есть способность восприятия, способность мышления, рассудок – это способность мышления. Разум – это тоже способность мышления. Но Гегель различается, следуя канту, рассудок и разум. Который различается просто способом, каким осуществляется мышление. И конечное мышление, и мышление бесконечное. Важно что? Важно на самом деле усмотреть вдруг, что в этом вот развлечении форма сознания, феноменологии духа, которые различены по линии развлечения способностей, что вот это развлечение является неудовлетворительным развлечением. Почему? Потому что не существует чувство изолированного, не является целостной формой существования сознания. Сознание, оно, ну, всякое чувство чревато мышлением, всякое мышление, оно нуждается в чувстве, достаточно обратиться к тезисам, которые выдвигает Канта, но точно так же со всеми другими способностями. Все способности человека, они существуют в некотором единстве. Невозможно как бы брать изолированные эти способности и говорить о том, что они представляют собой некий отдельный форм существования сознания. Ведь, еще раз говорю, мы когда говорим о форме существования сознания, мы имеем в виду о некотором целостном опыте, о некотором завершенном целом, которого не нуждается ни в чем другом. То есть, оно должно упокоиться в свои завершенности. Ведь даже когда Гегель говорит о связи этих форм, ведь он имеет в виду, на самом деле, что эта связь яснична, что прибавлена, да, в его исследовании. Что само сознание, которое участвует в опыте, оно этого перехода, оно не знает. Переход происходит как бы за спиной сознания. То есть, это есть то добавление, которое существует только для нас. Вот есть такая позиция у него для нас. Да, как бы для нас, для исследователей, это как бы вот переход, он явлен. Так как само сознание, которое сейчас происходит, оно об этом ничего не знает. То есть, сознание может существовать в различных формах и долго в них оставаться. Они вот являются некими целокупностями, некими законченными, завершенными целыми. Ну, когда мы смотрим на те формы, которые предлагаются в качестве таких завершенных целых, а ими выступают формы внутри отдельных способностей, мы понимаем, что это не так. То на самом деле сознание, как бы, все эти формы имеет внутри себя, да. То есть, и оно не может обойтись только в одной форме. Оно все их имеет одновременно. И оно и мыслит, там, если мы рассудок и разум рассудок, ну, допустим, это рассудок, а это разум, и так далее. То есть, если мы просто берем развлечение, которое нам предлагает Гегель, то, тем не менее, это сфера сознания. То сознание существует сразу во всех своих способностях, да. И разбиение форм сознания по линии способностей, это не что иное, как, на самом деле, попытка структуру сознания, да, вот то, что мы рассматривали, структуру сознания. Вот ведь это же не что иное, как структуру сознания. Понять как-то динамически, да, понять исторически. То есть, как бы, вот, попытаться, вот, редуцировать структуру сознания к историчности, да, к некому развитию, к некой динамике. Что, в принципе, связано только с тем, что Гегель пытается построить систему философии, да, вот, систему. То есть, во-первых, он пытается систему построить, а во-вторых, он все-таки наследует вот эту вот парадигму, да, классическую, субъект объектного различия. И, как бы, вот, от нее деваться никуда не может. И он видит, на самом деле, что есть существенные различия, да, по линии различия не способностей. И, как бы, эти различия он, как бы, инкорпорирует в свою систему, в свое само движение форм. Это форма один же, форма два, форма три и так далее. На самом деле, если мы отказываемся от такой постановки вопроса, да, о том, что могут существовать такие отдельные формы сознания в отдельных изолированных способностях, да, все-таки, если мы понимаем, если мы обращаемся к самому опыту, и в самом опыте видим, да, если мы к самим вещам обращаемся, то, что сознание, оно не может изолироваться в какой-то отдельной своей способности. Оно не может в этой способности существовать как форма, да, как целокупность вся. Она сразу существует во всех своих способностях. Если мы, как бы, это видим, то мы, как бы, вот эту постановку вопроса гегелевскую элиминируем, да, как бы, просто оставляем. И тогда остается, как бы, движение форм, то есть, феномил Гедуха, все, что остается для нам для того, чтобы увидеть движение форм сознания, это вот то, что связано с историчностью сознания, да, то, что тот, там, тот второй аспект. Когда вот это движение форм, сейчас их уже нельзя рассматривать как какие-то отдельные способности, когда членение этих форм происходит там по линии неких общностей социальных, вот некие социальные общности. Социальные общности. И действительно, на самом деле, наше сознание, как бы, вот в каждой социальной общности, оно существует в какой-то особой форме. Ну, здесь надо рассматривать социальные общности не только в своей, как бы, вот, присутствии здесь и сейчас, но, прежде всего, речь идет о исторической преимственности. Потому что, если мы говорим о здесь и сейчас, не очень понятно, каким образом, допустим, такая форма, как семья, это вкладывается в другую форму, ну, допустим, там, какой-то, я не знаю, там, народ, там, общество, там, и так далее, да. То есть, если рассматривать этот вопрос не в таком линейном виде, да, а рассматривать его исторически, то есть, если, как бы, говорить о том, что какая-нибудь отдельного рода форма, там, как бы, она имеет историческое развитие, да, то есть, социальные общности представлены исторически. Ну, допустим, мы берем просто целостность общества, в котором представлены и семья, и народ, и общество, все, да, вот, целостность культуры. И вот эта целостность культуры, как бы, вот, она, вот, как бы, имеет некую динамику, там, это, вот, целостность культуры один, целостность культуры два, да, вот, и, как бы, ну, я тут рисую преемственность, на самом деле, это тоже не совсем корректно, да, следует, скорее, говорить об отношении, потому что существуют различные культуры, и как-то они, вот, взаимно соотносятся друг к другу. Нельзя здесь говорить о динамике. Ну, культуры эти сложные вещи, да, каким образом исследовать такие обширные существенности, как культуры, ну, вот, есть культурология, есть антропология, она пытается этим заниматься, нам это не очень интересно. Нам, скорее, интересно, вот, взять исследование таких вот обществ, да, с позиции философии. То есть, есть какая-то вот интуиция, состоящая в том, что философия является своего рода квинтэссенцией культуры. Ну, это не совсем обязательно так, поскольку, ну, во-первых, культура, это, философия, как бы, она является более скоротечной, да, и внутри одной культуры может смениться много философии, там, как бы, там. И нельзя сказать, что между культурой и философией существует прямо там одна взаимнооднозначная связь, там, как бы, да, или там, например, связь детерминирования, там, заимствования или как-то чего-либо в этом роде. Но, тем не менее, как бы, на основе истории философии можно вот как-то вот эту логику, соотносительную логику пытаться понять, да. Вот, всё-таки мы говорим о том, что всё-таки каждая отдельная философия тоже представляет собой определённую роду форму сознания, да, потому что философия – это фактически… Что такое, ну, какая-то отдельная философия? Это способ каким какой-то отдельный философ или группа философов, или там школа философская рассматривали весь мир целиком, да, то есть, как бы, в философии есть и вот эта вот целостность, то, что нам нужно, целостность формы сознания. И вот, и развитие философии, история философии есть не что иное, как история вот таких целостностей. Вот есть, да, философия десократиков, там, ну, может, даже ещё более членей, там, философия Фалеса есть, там, Анаксимандра, Анаксимена, там, и прочих, и прочих, там. И потом мы видим, как бы, вот, некую динамику. Если мы возьмём, всё-таки ограничимся своё исследование европейской философии, то можно будет говорить о некой вот преемственности, да, вот, если мы уже говорим о философии, там. В философии один, там будет возникать такая вот некая динамика, да. И, как бы, интуитивно понятно, что в этой динамике вот есть какой-то прогресс. И вот теперь надо попытаться понять, в чём этот прогресс состоит. Дело в том, что вот я, как бы, сейчас вот философию, да, как бы, свёл к форме сознания. На самом деле это, как бы, вот, не тривиальное утверждение, потому что философия обычно сводит к мышлению. Ну, для того, чтобы вот этот вопрос прояснить, надо вот вспомнить, немножко, может быть, вернуться к тем докладам, которые были посвящены пониманию, да. Как осуществляется понимание. Ну, для того, чтобы просто пояснить, почему на самом деле философию можно рассматривать как форму сознания. Дело в том, что мы говорили, когда касались вопроса понимания о том, что сознание является вот той схемой, благодаря которому происходит соотношение созерцания и мышления, да. То есть, опираться на термины Канта, да, вот оно, сознание, как бы, и выражается в виде трансцендентальной схемы, да, в смысле соотношения созерцания и мышления. Ну, для того, чтобы это понять, просто обратимся, опять же, к нашему вот рисунку. Сознание является сферой сознания, является чем-то пространственным, да. И восприятие и мышление, в данном случае объект мышления и объект восприятия, они соотносятся прямо внутри сознания. И вот это вот соотношение внутри, оно осуществляется тем способом, что сознание, оказывается, опосредует. Сознание опосредует восприятие, предмет восприятия и мышления. И, собственно, наложение восприятия на мышление или втягивание восприятия, объекта восприятия в мышление, осуществляется тем способом, что между ними стоит сознание. Каким образом стоит это сознание между ними? В свое время, как бы, вот я показывал, что сознание, как нечто пространственное и как опосредующее, поскольку в данном случае сознание опосредует, да, сознание является, вот когда мы говорим о том, что сознание является общим основанием, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что сознание есть та общая среда, вот как Канты этот вопрос ставит, да, как соотносится восприятие мышления. Должна быть общая среда, в основе которого две существенно различные сущности как бы соотносятся. Вот эта общая среда является сознанием, она является тем общим основанием, на котором могут соотнестись любые совершенно различные, фундаментально различные сущности, да. Так вот, как это осуществляется? Я говорил о том, что оно осуществляется с помощью схемы. Ну, и у Канта это представлено понимание, да, так-то у нас. Канн говорит о трансцендентальной схеме, но как бы мы просто говорим о схеме. Как это осуществляется? Вот что такое восприятие. Есть некая плоскость, или можно сказать, картина воспринимаемого. В свое время я концептуализировал эту картину как пространство точек. То есть воспринимаемое, оно бесконечно богатое многообразие. Оно является тем бесконечно богатым многообразием, которым только нам доступно. Мы дальше уже за восприятием ничего знать не можем. Все, что нам доступно, это все, что дано восприятию. Оно является таким пространством точек. И как бы сознание, оно находится между воспринимателем и мышлением. Но вот с другой стороны, давайте нарисуем пространство мышления. Что такое пространство мышления? Это пространство смысла. Пространство смысла. Лучше говорить не пространство, чтобы не путать, а говорить поле смыслов. Что такое поле смыслов? У нас на самом деле все смыслы, они связаны в такую сетку. Да, эта сетка не является пространственной, она скорее является смысловой такой. Разнообразной сеткой. У нас все понятия, они соотносятся с друг другом, друг друга ограничивают. И тем самым возникает контекст. И в этом контексте каждое понятие имеет свое значение. Собственное понятие тем самым является чем-то определенным, а не просто абстрактным. Вот это мышление. Мышление у нас на самом деле, вот эта сетка, она конечная. Какая-то конечная сетка. И каким образом это соотносится? Соотносится тем способом, что есть между ними сознание, а в сознании есть схема, по которой происходит наложение, трансляция, лучше говорить, некого второго различия, которого мы находим в восприятии, в том, что есть мышление. Но поскольку здесь пространство точек и этих точек бесконечное количество, то схема занимается тем, что она берет только самые существенные различия, которые ее интересуют. Например, философия ставит определенным родом вопросы и рассматривает все эти вопросы с определенной позиции. существенные для нее. Наука, допустим, физика со своих позиций, химия со своих позиций, биология со своих позиций. У каждого своя схема. В некоторых отношениях эти схемы пересекаются, а в некоторых отношениях они различаются. Но нам важно не это, важно то, что эта схема имеет конечную разрешающую способность. Ну, допустим, как А1. Причем она, естественно, меньше бесконечности. И очень важно, на самом деле, что она именно конечная. Потому что в вопросе познания нам необходимо упрощать. Потому что мы не можем всю бесконечность принять. Мы не можем всю бесконечность понять. Мы вынуждены нечто сокращать и абстрагировать. И, собственно, вот эта трансляция, здесь происходит трансляция различий. То есть просто различия берутся не во всем своем многообразии, а только в каком-то схематическом виде. Они уже потом, дальше уже в мышлении еще более упрощаются. Не сводятся до еще более абстрактных различий. В зависимости от того, о каком мышлении идет лично. Философское мышление, так оно наиболее абстрактным является. Допустим, научное мышление, оно эту схему удерживает в более подробном виде. Ну, собственно, в физике, допустим, говорят о модели. Есть, собственно, теория, а есть модель этой теории, нечто пространственное, с помощью которого эта модель, собственно, теория накладывается на мир. Теория накладывается на мир через некую модельную сферу. То, что в физике называется модель, я называю философией, как бы схемой. Собственно, вот есть как бы схема, как бы связь воспринимаемого и мысленного. И здесь очень важно понять, на самом деле, что вот эта схема, она не понимается под критериями истинности или неистинности. Она понимается под критериями разрешающей способности. То есть она является более детальной, либо является менее детальной. То есть трансляция различий, которые существуют в восприятии, она либо больше там, более детализированные эти различия выписывает, допустим, если речь идет о какой-то конкретной науке, то она в своей сфере выписывает прямо эти различия максимально подробно. А когда уже философия, например, в эту науку вторгается в физику, то она уже как бы там какие-то рассматривает различия общими мазками. Примерно как-то так. Насколько ей вообще это интересно. Так вот, когда мы говорим как раз о схеме, это очень важно понять это и разрешающая способность. И разрешающая способность схемы может быть разной, она зависит от различных вещей. Но если мы теперь вот эту логику разрешающей способности переносим в историческое развитие форм, то, что мы говорили о философии, о том, что все-таки мы попытаемся понять соотношение различных способов сознания в историческом аспекте, в смысле как бы движения различного рода философии. Просто для того, чтобы именно остаться все-таки в лоне философии. Я просто не готов заниматься соотношением культуры. Для меня было бы слишком. А вот как бы заниматься философией, то есть как бы историей философии, попыткой осознать, каким образом происходит все-таки движение форм сознания, это было бы интересно. И получается, что когда мы говорим о вот этом движении философии, ну, допустим, берем мы европейскую философию и рассматриваем, каким образом эта европейская философия движется от своих каких-то там начатках философии, обычно упоминать философию фалеса, ну, допустим, до сегодняшнего дня, то поскольку мы говорим о том, что сознание является чем-то пространственным и представляет собой именно эту схему, то следует говорить о том, что, ну, это как бы гипотеза, которую я предлагаю в дальнейшем как-то обосновывать. Так вот, я думаю о том, что... Да, и еще в прошлой картинке как бы я добыл добавить, что поскольку их сознание является опосредствующим элементом мышления, то существенна как бы опора мышления на сознание. То есть сознание дает мышлению именно различия, а само мышление устанавливает в нем тождество. То есть поэтому именно можно и говорить о том, что философия – это прежде всего все-таки некие формы сознания, которые потом концептуализируются в некоторые формы мышления, а не так, что изначально как бы в философии есть формы мышления. Это было бы неправильным подходом к вопросу. Ну, почему этот вообще, говоря, подход к философии как к каким-то формам мышления не существует? Потому что у Гегеля, ну и вообще говоря, не только у Гегеля, существует тенденция к отождествлению сознания и мышления. Если мы как бы все-таки держимся различия с сознанием и мышлением, то у нас возникает постоянно дуальность на самом деле с сознанием и мышлением. И если философию мы рассматриваем под теременом сознания, то мы высвечиваем один аспект философии, а именно аспект различия. Каким образом философия различается. И вообще все, что связано с различием, оно опирается на сознание. Именно сознание – это различие усматривания. Потому что именно сознание участвует в опыте. Сознание вообще опытом постоянно охвачено. Оно просто постоянно в этом опыте участвует. Но в сознании к какому-то отношению есть бесконечный опыт. Оно никогда этого опыта не покидает. Находится ли сознание в мышлении, находится ли оно в восприятии, оно постоянно просто находится в этом бесконечном опыте. Собственно, можно было бы так сказать, что сознание – это и есть опыт. Это и есть постоянный опыт. Но этот опыт и есть на самом деле не что иное. Он выражается вот в этом различии. В том, что существуют вот эти схемы. Так вот, философия Фалеса – это схема одна, и мы понимаем, на самом деле, из содержания этой философии, все из воды в воду, что она проста. Допустим, философия Платона уже более сложная, и схема там более разветвленная. А, допустим, философия Гегеля, она еще более сложная, там еще более точная. В чем различие? Каждый раз разрешающая способность схем, она разная. И разрешающая способность философии Гегеля, она больше. В этом, собственно, и наблюдается прогресс в европейской философии. Но это как бы частный пример, на самом деле. Если мы бы говорили о культурах, то там нельзя было бы вот такую детерминату выстроить, на самом деле, детерминату наследования. Что одно наследует другое и так далее. Да, там пришлось бы как бы по-другому рассуждать. Но мы просто как бы выбрали некую задачу вот такую, условно, потому что все-таки мы занимаемся философией. И если мы как бы обратим на это внимание, каким образом все-таки, почему происходит так, то логика простая. Каким образом вообще, если сознание является чем-то пространственным, каким образом сознание может обогатиться как бы новым различием? У нас существует только две возможности. Первая – это расширение. Расширение горизонта сознания. Как нечто пространственное. Сознание как бы или расширение горизонта, либо, можно говорить, сознания, либо горизонта опыта. На самом деле, как мы понимаем, на самом деле, что как бы нечто пространственное, оно может расширяться, может увеличиваться. А второе – вот углубление схемы, поскольку сознание является опосредствующим элементом, то как бы у нас есть увеличение разрешающей способности схем. Увеличение разрешающей способности вот этого самого К, да? Получается, что, ну, допустим, древняя философия, философия Фалеса, она какие-то различия просто не усматривает, и она их тем самым не различает. Да, вот есть какая-то нерасчлененность в философии Фалеса. Но если как бы даже бросить просто такой беглый взгляд и попытаться увидеть, в чем же там нерасчлененность, а в том, что Фалес говорит о том, что вода, все есть вода, да? Все есть вода, вот основное высказывание. А что отсюда следует? А отсюда следует, что у него сущность и явление отождествлены. Сущность равно явление. То есть вода выступает одновременно и как сущность, и как явление. То есть он имеет в виду не просто какую-то абстрактную воду. Он имеет в виду ту самую воду, которая бьется в берегах Егейского моря, которая там плещется в речушках или налита в стакане. То есть вот вода как явление и вода как сущность, то есть вода является, есть четыре стихии, да, и все четыре стихии на самом деле редуцированы к воде, да, потому что вода является их сущностью. Вода является, как вот пишет Аристотель Архея. Ну то есть у него как бы вот неразличено и сущность и явление. Потом это различение, естественно, сделает Платон. Как мы это видим? Это мы видим в том смысле, что Платон различает чувства и мышление. Ну то есть это можно говорить там про идеи, да, вот у него есть вещи и идеи. Чувства и мышления. Вещи, идеи. То есть как бы вот это различение сущности и явления будет произведено у Платона. То есть у него схема более является детализированной, да, вот она уже не допускает такой простоты. Да, но эта простота, она на самом деле связана не с тем, что Фалис был, это как бы умудренней, да, а на самом деле связана с тем, что вот ему не хватало различий, да, то есть ему не хватало вот этого схемы, да, самого сознания, он не мог усмотреть вот это различие. Ему казалось, что вот эта схлопнутая сущность и явление, она на самом деле как бы нечто очевидное. Ну и естественно, как бы, когда мы говорим о философии, допустим, если доходим до Гегеля, то там вот эти вот различия еще многообразные, еще более сложно усложнены, да. И в силу того, что вот наблюдается такое движение, есть некое представление о том, что оно упирается в то состояние формы сознания, которое мы имеем сейчас, вот наша форма, да, наша форма сознания. И тут возникает вот все-таки предположение, и как бы оно не лишено вот обоснования, которое я здесь привел, что наша форма является наиболее, наиболее богатой, богатой различеной, да. То есть наиболее... Ее разрешающая способность, наверное, это наиболее большая, да, то есть по сравнению со всеми предыдущими формами философии. Это означает, на самом деле, что мы можем все эти формы... Ну и, собственно, Гегель этот проект предпринял, да, вложить в нашу форму. То есть внутри нашей формы сознания есть возможность, как бы, вот понять все эти формы. Что такое понять? Понять – это значит свести к чему-то своему, да, то есть вот есть как-то какая-то чужая схема, и мы эту схему полностью накладываем на свою схему, да, и это и назначает ее полностью понять, полностью исчерпать. И мы можем, как бы, все эти формы понимать. Но самое интересное даже еще и не это, а самое интересное то, что, как я говорил, что все формы сознания являются соотносительными, все исторические формы. Ну и вообще, если мы говорим о формах сознания, да, форма никогда... Форма ведь понимается в данном случае как способ существования, да, как форма образования. Невозможно его понять в смысле как единичный. Не существует такой единичной формы сознания, да. Форма сознания, правда, обязательно существует как некое многообразие формы. Но это следует из того, как понимается форма как способ. Потому что никогда не существует один способ, а всегда существует много способов. Если способ всего лишь один, то мы не можем отличить способ от того, способ чего это является. И поэтому мы всегда говорим о соотносительности форм. Что такое соотносительность форм? Означает, что каждая форма, ну допустим, даже если мы не ведем речь о философии, а просто говорим о культуре. Берем культуру 1 и культуру 2. На самом деле их взаимодействие высвечивает в каждой культуре его своеобразие. Потому что у этого одна схема, у этого другая схема. А когда эти схемы друг на друга накладывают, возникает вот этот эффект развлечения. Каждая культура внутри себя, она может не видеть, на самом деле, свою свою обычность. Она просто живет в этой форме культуры и все. И она не понимает себя, потому что она не знает, что там надо понимать. Ей все очевидно. И когда эта форма культуры вдруг сталкивается с некой другой культурой, которая является другой, эта другость другой культуры позволяет ей саму себя понять. Она, во-первых, видит, что она является только формой культуры. Мы говорим о форме сознания, но можно говорить о форме культуры. Что бывают другие культуры. Точно так же, как вот такая проблема существует, допустим, в религии. Когда есть религиозность, которая не знает другие формы и думает, что существует только одна религиозность. Допустим, если это религиозность христианская, она думает, что существует только один христианский бог. И вот она вдруг сталкивается с мусульманством, с другими видами религий. И возникает проблема, как соотнести-то богов различных религий. Ведь каждая религия претендует на то, что у них-то бог истины. И получается, как так? У мусульманства один бог, и он другой, и отличный от того бога, который присутствует в христианстве, или это все-таки один и тот же бог? А если это один и тот же бог, почему откровения разные? Почему у мусульманства одно содержание, а у христианства другое содержание? Но это как бы просто пример вот этого соотношения. Что вот эта вот вообще, говоря, соотносительность форм, она вот всегда чревата вот этим взаимопониманиям. И она очень важна в нашем отношении. Именно мы с позиции нашей самой наиболее богатой формы можем проследить и вообще выписать историю философии как историю вот этих форм. И вообще говоря, даже вот любой учебник по истории философии, он это вот поразревает в неких интуициях, что существует какое-то кардинальное различие философских систем. И в этих философских системах, в их динамике, в их генезисе присутствует некая как бы логика. Ну, эту логику можно рассматривать, допустим, логику Гейли. Но это же не важно. Важно саму суть усмотреть. В чём состоит эта логика? Вот я пытался концептуализировать её способом, что вот схема. В каждой философской системе существует некая схема, да, и вот именно эта схема, ведь мышление одно и то же. Да, как бы мышление опирается на схему, которая существует, на схему сознания. Оно может двигаться только в рамках этой схемы. Они просто и схемы мышления ограничены этими возможностями, потому что она использует только те различия, которые существуют у неё, да, которые ей доступны. А доступны различия, которые предоставляет ей сознание, конкретные философские системы. И вот когда, но с другой стороны, сознание может развиваться, различие может детализироваться, может уточняться, да, и вот уточнение этих различий, как бы, есть динамика. Есть то, что я вот назвал, как бы, прогрессом форм, да, сознания в истории. Ну, в данном случае, конечно, я взял вырожденный случай, а именно историю философии. Просто на её почве можно просто понять, как работает вот эта схематичность. И что представляет собой форму сознания. Ну, здесь есть проблема, на самом деле, связанная с тем, что, возможно, существует вообще какая-то некая непрерывная динамика развития сознания, да, и что вот это членение на отдельные философии, мы там, философии, там, да, или там отдельные культуры, там, представляет собой некое, как бы, насилие над непрерывным движением, да, почему мы разбиваем философию именно так, а не иначе? Только потому, что Фальс жил-жил и умер, что ли, там. А потом возник другой философ, и, как бы, он создал другую философскую систему. Ну, здесь есть такая проблема, ну, как бы, есть всё-таки предположение о том, что существует эта существенная динамика, да, и что существует, существуют всё-таки вехи, да, и в философии, и в истории, и эти вехи, допустим, можно изобразить тем способом, как, вот, допустим, христианство боролось с язычеством, да, когда одновременно существовали две формы сознания, сознание языческое и сознание христианское. А вот, когда эти две формы существовали непосредственно одновременно, можно вот узреть, да, вот то, что эти схемы разные. Способ, каким язычество все-таки пыталось понять мир, каким оно понимало Бога, и способ, каким христианство это делало, это совершенно разный способ. Мы, возможно, к этому подойдем однажды. И этот вопрос тоже разберем. Вот такая гипотеза о том, что представляет собой прогресс в форме сознания в истории. Здесь еще важно, прояснить такой термин новый, который я хотел бы ввести, понятие интуиции. Дело в том, что меня постоянно интересует такая вещь, что я прозреваю, ну это как бы в личном опыте, прозреваю нечто, просто чувствую интуитивно, что ничего-то не хватает, что какое-то различие здесь не сделано. Его надо было вроде бы сделать, что-то вот здесь сплетено, не различено. Это постоянный мой личный опыт. И вот это состояние я называю интуицией. У меня есть интуиция чего-то, я вот знаю, куда двигаться. Двигаться только интуитивно, я не знаю, почему надо туда двигаться, и как это все осуществлять. Так вот, когда мы смотрим на то, что представляют собой эти схемы, то можно понять интуицию тем способом, что если мы находимся, допустим, на позиции вот этой схемы, схемы 2, ну, давайте лучше находимся на позиции схемы 1, то и в некотором отношении у нас уже есть какое-то, мы как бы уже прозреваем возможность схемы 2, как бы осуществляем этот переход. То вот, когда возникает такой переходный период, когда вот мы от одной схемы переходим в другой, вот я вот этот, вот это вот как бы, вот это зазор, или вот это вот состояние неопределенности, и называю интуицией. Когда вроде мы находимся в какой-то определенной схеме, и вроде все привычно и очевидно, и понятно, но тем не менее, вот есть некая неудовлетворенность, да, этой схемы. Как бы вот что-то как бы вот надо где-то что-то доработать, что-то понять. Вот эта вот неудовлетворенность и называется интуицией в том смысле, что различие уже присутствуют как-то, да, но оно еще не концептуализировано, потому что ведь мышление занимается тем, что те различия, которые сознание дает, оно пытается удержать с помощью мысли. Потому что мысль, вообще понятие, это нечто самотождественное, да, и оно позволяет нам вот сохранить вот эту вот самотождественность, да, потому что сознание, оно постоянно в опыте находится, оно постоянно как бы опрокидывается в некотором вот движении, да, постоянно обновляется. То в одном опыте, то в другом опыте, в третьем опыте. Как задержать, как сохранить знания? Знания можно сохранить только с помощью мышления. Обратиться к тождественности. То есть это различие надо удержать в форме тождественности. И когда мы удерживаем ее в форме тождественности, тогда возникает новая схема, допустим. Каким способом существуют схемы в сознании? И что это такое? Я до этого вопроса пока еще не готов непосредственно обсуждать. Пока все держится на интуитивном понимании этого вопроса. Понятное дело, что сознание и мышление тесно связаны. Схематичность сознания, его пространственность и концептуальность мышления, его понятийность, они как-то работают все-таки в одном ключе. Потому что в каком-то отношении, ведь мышление может двигаться в своем каком-то ключе и ставить проблемы уже из позиции мышления. И как бы предлагать, допустим, сознанию сориентироваться и как-то уточнить свои различия. То есть опять же обратиться к восприятию и проработать этот вопрос. То есть здесь взаимоотношение сознания и мышления не в одну сторону происходит, а это именно взаимодействие. Но это уже другой вопрос, просто не относящийся к данному постановке проблемы. Ну и последний вопрос, он связан с тем, чтобы проанализировать, какие вообще существуют схемы. Построить некую предварительную классификацию схем. Для того, чтобы дальше работать, я не буду уже касаться обоснования этой классификации, просто скажу несколько слов. Но классификация схем. Ну то, что я называю схемой, допустим, методологию науки принято называть, ну или, скажем так, частным случаем таких схем является парадигма. И поэтому схемы, они классифицируются следующим образом. Мы не просто схемой классифицируем, мы классифицируем отношения схем. Отношение схем может быть соизмеримым. Это что означает? Это означает, что вот как мы рассматривали в истории философии, что одна схема может просто полностью вкладываться в другую. То есть другая схема берет предыдущую схему, добавляет какой-то новый элемент, то есть какой-то плюсик здесь есть, и как бы создает новую схему. И есть некая непрерывность. Непрерывность этого вопроса. И, собственно, никаких проблем не возникает, поскольку есть как бы, условно говоря, вот здесь можно говорить о гомологических рядах. Что это означает? Гомогические ряды это такие ряды, которые взяты в сфере смысла, где есть какой-то параметр, варьируемый параметр. Ну, вот можно говорить о степенях свободы, или о возможностях. Вот эти возможности варьируются, и мы понимаем, на самом деле, что возникает некоторая существенность. Одна существенность, вторая существенность. И они связаны тем, что по линии различения этих возможностей возникает варьирование параметров. Ну, если мы будем, допустим, можно взять аналогию геометрического, вот есть точка, как бы, да, там есть линия, там, как бы, есть плоскость, там есть, там, трехмерный куб, там трехмерная фигура. То есть каждый раз происходит варьирование пространственного параметра, да. Ну, это просто, чтобы объяснить, что такое гомологический ряд. И вот соизмеримые схемы, они вот находятся в таком отношении. А вот есть, как бы, и не соизмеримые схемы, это более интересный случай. Поскольку соизмеримые схемы, фактически, нам не очень интересны, да, поскольку тут происходит фактически некая деформация, да. Вот есть, как бы, одна схема, она деформируется в другую путем, как бы, возникновения нового различия, да. Ну, вот есть, как бы, не соизмеримые схемы. Ну, если брать, опять же, историю науки, там, физики, то там говорят о не соизмеримости парадигма. Ну, там, взять, допустим, там, исследование Томаса Куна или Локатоса. Так вот, эта не соизмеримость может быть двух видов. Первый вид, это когда внутри некой одной области, вот некая, есть область, допустим, физика. И, в принципе, на одном и том же поле экспериментов, да, на одном и том же поле объектов, да, вот, возникает вдруг две различные схемы. Схема, там, классической физики и схема квантовой или релятивистской физики. То есть, вроде, между ними присутствует некоторая непрерывность, да, потому что классические релятивистские представления в некотором приближении, там, да, при скорости света, там, стремяческой бесконечности, там, ну, и, там, для макрообъектов, макрообъектов, они там все-таки сводятся к классической физике, да. Это непрерывность есть, но, тем не менее, говорят, вот, о несоизмеримости схем, да. Область одна, а, тем не менее, схемы несоизмеримы. Потому что, вот, обратного нет связи, потому что с классической физикой подняться в квантовую или релятивистскую, там, невозможно, есть какого-то существенное расширение. Поэтому, одна, один способ несоизмеримости схемы, а есть другой способ несоизмеримости схем, когда, на самом деле, вот, возникает региональность. Мы в прошлый раз об этом говорили, да. Различные области. Области, да. Я в этих различных областях говорю, как о регионах. Ну, какие это регионы, да. Вот тут одна, а тут один, два, три. И между этими регионами вот схемы могут быть тоже несоизмеримыми, просто в силу того, что регионы разные. И схемы несоизмеримы просто в силу региональности. А, в силу региональности. Ну, какие это, допустим? Ну, допустим, возьмем, давайте, какие-то примеры из дискурсов. Да, вот есть там дискурс политика, там, здесь искусство, есть наука, философия, там, религия. Ну, допустим, вот такие различия возьмем. Я не беру составить, что это, как бы, полное отделение, да. Но, тем не менее, как бы, вот мы понимаем, на самом деле, что вот при каких-то пересечениях этих областей, тем не менее, вот есть какая-то их внутренняя несоизмеримость, да. Невозможно свести одну к другой, как бы, вот, все-таки, как бы, причем, что интересно, что и схемы, на самом деле, здесь тоже могут быть разные, да. Вот искусство там живет таким понятием, как красота, которое там несущественно в политике, там, власть, тут власть, там, а главный термин здесь красота, там. Сюда, кстати, можно добавить этика, да, хотя она как-то к религии относится. В религии, допустим, это понятие Абсолюта, там, Бога, там, в этике это понятие Добро и Зло, хотя это и к религии относится, но там в другом аспекте, да. В философии, там, это понятие, там, иногда понятие Истина, иногда вообще непонятно что. В науке-то понятие Истинность, да. Там есть еще математика, и... То есть, тут важно, что вот это вот несоизмеримость, она возникает из того, что вот регионы разные, да, И схемы их могут не соотноситься. Ну вот такая классификация схем, их динамика. И тут, в конце концов, здесь можно относиться к культурам. Ведь вот эти несоизмеримости можно понимать как несоизмеримость культурную. То есть культура 1, культура 2, культура 3. Условно говоря, индийская культура, культура европейская, культура, допустим, японская. Или, допустим, взять древние культуры. Культура античная, греческая культура, например, и культура современная. Собственно, как бы несоизмеримость, она и связана с тем, что непонятно каким образом их связывают. То есть какие-то общности присутствуют, но связь ее не ясна. Причем здесь можно было бы разговаривать о том еще, что все-таки в нашем языке, и наш язык, он как бы все-таки является чем-то общим, и мы с помощью языка связываем различные области друг к другу. Но эта связь, если она не является редукционисткой, если мы все-таки усматриваем, постоянно удерживаем различия, то мы наблюдаем такой эффект, как в каждой области свои понятия, свои термины. И, конечно, присутствуют некие универсалии, но тем не менее, все-таки язык тоже членится по регионам. То есть в физике один язык, в философии другой язык, в искусстве третий язык, в религии четвертый язык. Есть какие-то и пересечения, но тем не менее, даже одни и те же слова иногда понимаются в различном смысле. Ну, теперь хотел сказать несколько выводов о том, что в итоге у нас получается. У нас получается, что как бы все-таки вот наше представление, наша гипотеза пространственного сознания является плодотворным, да, и как бы еще раз показывает, что здесь мы находимся в правильной интуиции. Мы пока не можем полностью концептуализировать это понимание, но тем не менее, как бы вот уже не первый раз уже возникает вот интересная вещь, как бы эта гипотеза позволяет понять некий интересный, добавить некое новое понимание к старым вопросам, да, тому, что, допустим, культурология предлагает. Ведь в итоге получается, что если мы теперь занимаемся историей философии, то это можно понимать тем способом, что мы должны отыскивать в схеме там какой-нибудь древней философии некоторые моменты того, что она не различает, да, то, что для нее является нерасчлененным, да, как бы слитым в нечто одно. Вот как я говорил о философии фалиса, где там явления и сущность как бы слиты в одно. И рассматривать как раз момент, как это, перехода к другой философии, где это различие осуществляется. То есть вот эти вот границы, да, различных философий, они должны вот усматриваться в существенных аспектах именно в этом отношении. И это как бы просто дает возможность исследователю обратиться именно к этому, да, изучать историю философии именно в этом аспекте. Ну, это первое замечание. Второе замечание очень важно, как бы, вот, когда мы говорим о соотношении форм, да. Невозможно, как бы, вот, исследовать, нельзя форму исследовать, брать ее как одну. Надо всегда рассматривать многообразие форм. То есть получается, что история философии она рассматривает во всей своей полноте. Причем, как бы, прежде всего нужно знать вот ту форму, в которой ты сам находишься. То есть для того, чтобы всю историю философии исследовать, надо самому находиться в какой-то там состоянии наиболее богатой, наиболее детализированной форме, да. То есть в свое время в этой форме находился Гегель, и ему удавалось всю философию вот выстроить в виде, как бы, некоторой единой схемы. Но у него, как бы, существовало, как я много раз говорил, внешнее, внешнее, как бы, стремление, да, выстроить систему. У нас такого стремления нет, и поэтому, возможно, когда историю философии мы будем рассматриваться с этой позиции, с позиции соотношения различных форм, мы, как бы, пытаемся все-таки исходить из того, как сама философия рассказывает о себе, а не то, как ее пытаются привести к некому единому основанию, да, носительственному образом. Ну, также, исходя из того, что такое схемы сознания, можно понять, в чем может состоять вообще прогресс философии, если можно о нем говорить. И вообще, как бы, я более того, как бы, вот, я уже замечаю, что философия все-таки представляет собой, скорее, сознание, да, как бы, систему различий, а не мышление, а не систему тожества. Потому что мышление, это все-таки система тоже, да, это система смыслов, какой-то контекст, это скорее способ удержания того, что философия выхватывает в опыте. А опыт, философия, это опыт сознания, да, то есть, потому что сознание, оно именно охвачено опытом, именно оно находится в середоточии различий, да, именно оно обеспечивает мышлению его различий, его, как бы, материал, который можно уже будет фиксировать в мысли. Ну, как бы, и вообще говоря, это все базируется, естественно, на таком существенном различии, как различии мышления и сознания. И не делая этого различия, можно упустить просто многие существенные вопросы.